Всем привет, Вася, с вами Жека. Короче, у меня второй день шок. Значит, уважаемые киевляне и гости города, я сегодня узнал, что наши любимые киевские власти хотят повысить цены на проезд в метро до 4 гривен. Хочу поделиться, Вася, своими мыслями, которые возникли у меня в голове по этому поводу. Вы что-то, охуели все, в конце концов. Это ж полный пи***ц, мы нахуй вас выбирали бы. Засуньте себе в билеты по 4 гривен, понятно? И теперь об этом вопросом немного подробно. Значит, проезд в метро 4 гривен у вас. Это полный пи***ц. Зазнали, Вася, что в Китае есть такая профессия утрамбовщих людей в вагоны метро. Ну, это когда в вагон люди не помещаются, понял? Их туда выходит чувак и начинает запихивать их насильно. Так вот, я вам скажу, что в Киеве скоро тоже появится такая профессия, потому что по такой цене, по своей воле, люди в метро не пойдут, их надо будет насильно запихивать. Дальше, Вася, вот вы повышаете, Вася, цены на метро. Вы о продавцах пластыря подумали. Да им же теперь целых 5 пачек, Вася, надо бластыря продать только для того, чтобы попасть в это метро. Не, может, я, конечно, и преувеличу. Может, не всех коснется это повышение цен. Ну, реально, просто не все могут перепрыгивать через турникеты, как я. Это реально. Но метро – это полбеды. Они же хотят повысить проезд во всем транспорте. Значит, проезд в троллейбусе будет стоить 5 гривен. Уважаемый Вася, директор или, как вас там, начальник Киевпостранца, за такие цены, люди и вам, и вашим троллейбусам рога пообломают. Знаете, что я еще заметил, что вы, господа, ни хрена не проанализировали. Давайте посчитаем. Вот, значит, на 64 стоячих и на 32 сидячих места в автобусе утром помещается, ну, где-то до 300 людей. И весь этот лавандос весь день хранится у кондуктора. Вась, с таким баблом ему скоро надо будет инкассатора приставлять. И где гарантия, что потом после смены эти два кадра не с***тят все это бабло и не улетят в теплые страны отдыхать? Где экономия у вас? За что вы с нас берете такое бабло? Я понимаю, в Европе, вася, проезд метро по 2 евро. Дорого, Вася, согласен. Но там же все по-людски. На каждой остановке, Вася, стоит табло, на котором написано точное прибытие трамвая. У нас же, Вася, все наоборот. На каждой остановке по таблу пассажиров, которые ожидают трамвай, можно понять, что его, Вася, не было уже где-то минимум час. Короче, это полный позорняк. Вы знали, что первый во всей Европе этот электрический трамвай был пущен в 1892 году именно в Киеве, Вася? Не знали? А знали, что он до сих пор ездит по 11 маршруту? Нет? Так я вам рассказываю, я вчера ездил. Короче, Вася, я считаю, что всем этим повышением цен вы отбросите Украину на несколько веков назад, и люди опять начнут ездить на конях и телегах. С вами был Жека, живите четко, Вася, и не косячьте. Что ты тресилася возле кобылы? Проезд 3 гривны. Дорого, б***ь. Иди в метро, понял? Иди отсюда. Субтитры сделал DimaTorzok